Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и я решила для вас сделать новую рубрику, а может быть не рубрику, а просто новое видео, потому что, знаете, постоянно стоишь перед вопросом, о чем вещать, что рассказывать. Все банальные темы из Инстаграма, 5 советов, 10 рекомендаций, 24 шага, самые полезные приложения, это все классно, но это явно не про меня. И очень важно в какой-то момент отдавать отчет тому, что ты делаешь, про что ты снимаешь, и я знаю, что, возможно, этот контент не соберет миллионы, зато он соберет тысячи тех людей, которые умеют думать или хотят научиться думать. И мое первое видео будет посвящено именно этому, потому что на сегодняшний день очень много тем про эзотерику, про позитивное мышление, да, мы изучаем законы Вселенной, я сама об этом часто говорю, и в моих продуктах этого очень много. Но многим непонятно, как это применять. То есть мы как бы это изучаем, знаем, там, какие-то законы притяжения, позитивного мышления, там, ведем дневники благодарности, но при этом все возвращаются в свою реальность и как бы разделяют две части, свою реальную жизнь со своими проблемами, и вот эти какие-то практики, какие-то там духовные штуки, я хочу научить, показать вам, каким образом, с помощью вот этих знаний, этих открытий, которые я стараюсь рассказывать на максимально простом языке, как это все внедрить в свою жизнь, зачем вообще это нужно. И, наверное, первая тема, наверное, точно, я хочу поговорить с вами про вот это понятие осознанности. Я записала классную фразу, я даже сейчас прочту, звучит она так. Вы способны управлять своей жизнью, вы способны управлять своей жизнью, когда вы осознаете себя в этой картине мира, когда вы осознаете себя и следите за тем, где находится ваш фокус внимания. Когда вы отсутствуете внимания, вы вне себя, вас нет, вы просто персонаж, как иллюстрация в книге. Если вы не следите, куда направлены ваши мысли, вы находитесь во сне. И вот это очень важный момент, потому что как раз осознанность, то, что я все время пытаюсь вас включить, это как раз момент осознания и понимания, что именно со мной происходит. Никак, я несусь на американских горках и ни черта не понимаю, просыпаюсь каждое утро в какой-то водоворот событий, со мной что-то происходит. Нет. А когда я понимаю причину и следствие, когда я понимаю, как мои реакции, как мои мысли, как мое состояние, как решение, которое я принимаю в данный момент, отразится на всем остальном. Не с закрытыми глазами прыгая от восторга, как-нибудь все разрулится и любимая фраза наших людей, все будет хорошо. Нет. Когда я начинаю понимать, мать вашу, как устроен этот мир, когда я могу послушать Олькино видео и отследить, что, ёпси, на самом деле это происходит так. Поэтому я дальше в своем контенте хочу продолжить на максимально простом языке рассматривать разные ситуации, с помощью которых мы сможем понимать, почему мы попадаем в дурацкие отношения, почему в какой-то момент над нами происходит насилие, мы позволяем мужчинам причинять нам боль, мы позволяем входить в сексуальные отношения, которых мы не хотим, мы позволяем себе поверить в то, что где-то нужно поддаться, как я повторяла много лет, чтобы победить, что где-то нужно нажать и наступить себе на горло, для того, чтобы потом что-то. Мы будем разбираться с вами, каким образом настройка наших мыслей, как нам это сделать, чтобы мы перестали. Перестали играть в вечных жертв, перестали играть в людей, которые постоянно пытаются кого-то спасти, оправдать или наоборот. Перестали быть людьми, которые кидают в кого-то камни, которые позволяют давать оценку другим людям, говорить им, что они в чем-то плохие, говорить им о том, что они неправильные, обсуждать этих людей. Да, мы все с вами люди, и мы все порой попадаем в эти ямки, но даже попадая в ямку осознанно, понимая, что я сейчас, ну, как открывал пакет с чипсами, знаете, открываешь его, еду же в этот мак, но хотя бы понимая, что это я делаю сегодня и завтра я так делать не буду, потому что это чревато какими-то последствиями, точно так же и с нашей головой. Я хочу, чтобы вы научились понимать, почему с вами что-то происходит. Я хочу, чтобы вы научились быть хозяевами своей жизни, нести ответственность и понимать, что за принятые решения, за каждое принятое решение будет идти хвост, хвост других ситуаций, и, по крайней мере, выбирать эти ситуации осознанно, разбираясь в этом, понимая, что я делаю. Перестать бояться, избавиться от страха, потому что, когда мы учимся размышлять, думать правильно, опять-таки, выстраивая правильные цепочки, мы избавляемся от страха. Да, мы знаем, что какие-то решения будут чреваты какими-то разрывами, расходами или, наоборот, чем-то новым, но вместо того, чтобы, как обычно, бояться посмотреть в глубину, посмотреть, что будет следом за какой-то болезненной частью, и из-за этого не действовать, я хочу, чтобы вы научились понимать, что будет дальше, и следовать этому, даже если сейчас придется пережить какое-то новое состояние. В общем, мой контент теперь будет про это. Я очень хочу попросить вас дать мне обратную связь сейчас, написать в комментариях, если вы досмотрели до конца, нравится ли вам эта идея, для чего вам хотелось бы научиться думать, возможно, какие ситуации есть в вашей жизни, которые вам кажутся безвыходными. Что-то такое происходит, и вы понимаете, я никак не могу это разрулить, в чем-то оказался, не могу выпутаться. Я буду стараться снимать вам видео с очень понятными объяснениями и помогать вам понимать, для чего вам нужно работать над своим мышлением, как это делать, и объяснять, что это очень несложно, давать вам возможность уже включаться сейчас в бесплатном контенте, просто с помощью размышлений выпутывать себя из разных ситуаций и не позволять больше другим людям или конкретным событиям превращать вас в маленького испуганного человека. Мы все пришли в этот мир для того, чтобы кайфовать, для того, чтобы быть счастливыми, для того, чтобы реализовываться, для того, чтобы строить отношения с классными людьми, с которыми нам сегодня хорошо. Не для того, чтобы быть жертвами насилия, будь это сексуальное насилие, физическое насилие, будь это вообще какое-либо насилие, даже в контексте того, что я проживаю не ту жизнь, которую я хочу. Я хочу показать вам как можно иначе, потому что я иду именно по стороне личного выбора, выбора быть счастливой в каждом моменте, с помощью своего мышления, потому что именно оно определяет, что происходит с нами в реальном мире. Поэтому жду ваших комментариев и уже готовлюсь снимать вам новые видео.